Всем привет, ребята! Я хочу вам показать сегодняшний улов, что же я купила в магазине Бершка. Собственно, вы уже сразу можете наблюдать. Это вот такое платьице. Ну, оно такое обычное, как футболка, XS размер. Я бы вам повернула, но так будет неудобно. Ну, в общем, вот так оно смотрится. Это комната Гали, если что. Тут немножко срач, не обращайте внимания. Так что не моя комната, поэтому тут убираться не собираюсь. Пришла просто поснимать, у нее тут много белого. И вот такое платьице. Оно суперлеггенькое, с дракошкой тут. Стоило 1200 рублей, если что, в магазин Бершка. Что же я еще купила? Показываю. Так, давайте сейчас опущусь. Хрущу коленками. Пакет тут один. Я не стала пакеты тут все приносить. Топик. Я сейчас на себя его померю, тоже покажу. Вот такой вот топик. Очень легкий, летний. И это магазин H&M. Стоил этот топик 300 рублей. Я видела черная расцветка и цвета хаки. Такое было, я померила. Мне хаки не очень понравились, поэтому я взяла вот такой черненький. Ну, такой обычный, летний. Гонять я люблю всякие топики, поэтому это мое. Бриджи мои. Старые джинсы я их обрезала. И вот такие бриджи получились у меня. Еще в том году я их обрезала. Вообще, любые джинсы, когда мне уже надоедают, я их обрезаю. И становятся либо как шорты, либо как бриджи. Сейчас вроде такие бриджи модные. Как бы и в том году, и в этом году. Андрею вообще они дико не нравятся. Он их постоянно какими-то мужскими шортами называет, типа. Но мне нравится. Кстати, зацените мой прессик. В зал же хожу. Но на самом деле, как-то он хуже стал. До этого, что ли, больше был. И жопа как-то не растет. Хочется побольше задницу. Ну что, и еще я купила. Сейчас покажу. И вот такой топик. Это топик Зара. Стоил 600 рублей. В магазине были разные цвета. Белый, красный, черный и голубой. Я все думала взять розовый или голубой. Розовый или голубой. И взяла розовый. Потому что я не смогла определиться. Андрюшке тоже скинула видосики. Я в примерочной сняла. И он такой, блин, оба классные. Даже не знаю, как его взять. И я говорю, ну блин, помоги мне. Потому что я сама не знаю, какой мне взять. Голубой или розовый. В сторис тоже выкладывала. Ну, типа в сторис. Какой брать? Голубой, типа зеленый опрос. Люди голосовали. Там, кто-то за голубой, кто-то за розовый. Но пока что за розовый лидирует. И еще я мерила штанишки. Я их не купила. Они такие, как будто шелковые. Я не посмотрела материал. Они такие большие. Я люблю такие штаны. Может быть, прикреплю сюда. Постараюсь как-нибудь фотку хотя бы прикрепить. Я не умею пока вот тут пользоваться. Эти фотки вставлять. Но мне не понравились. Единственное, что там был размер XS. Я померила. Все прикольно. Но они были слишком длинные. Это, конечно, не беда. Можно как-то подшить, ушить, сдать. Но не хочу геморройиться с этим. И мне все равно показалось, что они на мне какие-то большие были. Ну, как бы вроде одеваешь, они какие-то широкие. Не знаю. Все прикольно, но не прямо, чтобы на 100% мне понравилось. Если у меня есть какие-то сомнения в покупке, я думаю, блин. Ну, что-то мне все равно не нравится. Вроде бы вещи классные. Вроде бы мне нравится, как она на мне там смотрится. И все такое. Но у меня есть какие-то сомнения. То тогда я вещь не беру. Ну, не всегда, на самом деле. Бывает. Даже если сомнение, я могу взять вещь. А потом такая. Она у меня валяется в шкафу. Я не ношу. Бывали такие вещи. У меня с ценниками вообще. Я когда покупаю вещь, у меня привычка не отрывать сразу ценник. Я вешаю ее. И когда время приходит, я там снимаю, разрываю ценник. И все, я начинаю ее носить. А вот это бывали вещи, которые с ценниками. До сих пор у меня даже шорты какие-то валяются на балконе. Но не с ценником. Я еще их ни разу не носила. Это кому-то даю. Просто так дарю. Вот тут раз подружка приезжала, я с ценником ей блузку розовую подарила. Ну, потому что она у меня просто пылится. Я не ношу как-то. Может быть, по настроению взяла. А настроение оказалось какое-то странное. Знаете, не знаю. Мне кажется, у каждой девочки есть какая-то вещь. Если ты ее берешь, то ты смотришь, почему я ее взяла, зачем она мне. Она даже ни к чему не подходит. Ну вот, короче, вот такой топик. Пишите в комментариях, как вам вообще такой формат видео, распаковки, шмотки показывают. Когда там распаковки шмоток, я не знаю. Ну, мне все понравилось. Этот топик прикольный. Единственное, мне кажется, не это, не большеват ли он мне. Мне кажется, может, он повыше должен быть или нет. Просто если повыше натягивать, то у меня лямка начинает спадать. А пониже как раз в самый раз. Вот. Ну, как-то вот так, девочки. Пишите в комментариях, как вам, что больше всего понравилось. Топик этот, топик черный или платье, которое, знаете, ну, оно такое платье-футболка домашнее. Я думаю, даже под шорты летом буду гонять. Типа одеваешь сверху, а там шорти какие-нибудь. Потому что если там ногу на ногу... Ну, хотя там нормальная длина, признаете. Не мини-юбочка какая-то. Вот. Что вам еще хотелось рассказать? Сейчас мы с Андрюхой пойдем забирать как шейкер, мик-шейкер, знаете, стакан. Я все хочу делать всякие смузи, коктейльчики. Но у нас давно был, он разбился. Очень давно-давно. И как-то после этого больше мы не покупали. У нас есть такой, как бы, миксер, который... Такой не шейки делать, не в стакане. И, короче, мы заказали с Андрюшкой. И сейчас пойдем забирать его нам. Тут привезли нам на почтомат, или как он называется, почтомат. Я забыла, простите, я могу путать слова, у меня есть проблемы с этим. Андрей меня стебает, типа, блин, ну, я могу говорить какие-то слова и окончания какие-то другие, говорит, придумывать. Но это само происходит, я не знаю. Может быть, из-за того, что я пытаюсь быстро сказать. Вы не замечали, что я пытаюсь быстро говорить? Что еще? Заберем, может быть, зайдем в пятерочку и купим всяких фруктиков. Есть, я сделала дома шейки, наконец-то. Мы уже, кстати, заказывали буквально две недели назад шейки на маркете. Нам его привезли разбитым, и нам пришлось его сдавать. Ну, то есть, это где-то, может быть, даже две-три недели назад. Мы такие заряженные были, ура, сейчас доставят нам шейки, мы будем делать смузи. Я купила киви уже, фруктиков там. Приходит, все, доставщик приносит, мы открываем. А там все, разбитый стакан. Мы так расстроились, потому что мы уже были заряжены что-то сделать. У нас есть протеинчик, можно купить бананов, киви. Как вкусненько будет. Так что, это тема. Еще соусы делать всякие можно, в пасту. Я люблю пасту кушать. Вот, ребята. Ну, короче, такой вот мини-вложик получился. Пишите в комментариях, что вам больше всего понравилось. Из-за шмоток, что я купила, или понравилось ли вообще. Второе, понравился вам такой формат видео. Мне должны прийти купальники с Алиэкспрессом. Но фишка в том, что я, короче, заказала, помните, я уже в видео говорила, что заказала купальники. Они еще их не отправили. То есть, осталось два дня, там, типа, если за два дня продавец не отправит мне купальники, то заказ автоматически отменится, и деньги вернутся на карту. Но я хочу, чтобы он отправил купальники. Я очень расстроюсь, если он их мне не отправит, будет как-то не очень прикольно. И что еще? Вот, жду. И когда придут, если он их все-таки отправит, если не придут, то я вам сделаю распаковку. Потому что там, мне кажется, тоже прикольные купальнички. Вот. Такие дела. Локи и Мигелька, раз уж спят, все хорошо, жив-здорово пока. Локи вроде активные, кушают, аппетит есть. Ну, как активные, Локи в таком же состоянии, как себя обычно и ведет. Он не какой-то там смелый бегун, который, да, давай играться. Нет, Локи у нас спокойный крыс, все в порядке. Такой вот у него темперамент, натура, такое поведение. А Мигелька тоже нормально. И насчет его вот этих приступов. Они бывают очень редко, но бывают. Мы пока ингаляции им не делаем. И, ну, я думаю, через какое-то время, там, через неделю, две, три или месяц повторю. Потому что, ну, это не дело, что он так дышит. Не знаю. Если ухудшится, конечно, к врачу повезу. К ротологу посмотрим его, обследуем. Такие вот дела. И, думаю, следующий видос запишу, наверное, о том, как я сейчас скажу вам, для чего вообще нужно делать крысом ингаляции. А то мне очень часто в Инстаграме пишут вопросы, а для чего именно ингаляция, или в ТикТоке тоже, а для чего ты именно ингаляцию делаешь. Некоторые не знают, не понимают, для чего я это делаю. Так что следующий видос об этом, наверное, будет. Ну, все, ребят. Всем пока. Пока.